Всем привет, меня зовут Юлия, я живу в Анталии, сейчас иду с церкви домой, где-то без 15,2, потому что после церковной службы были еще уроки в церковном домике. Сразу вам скажу курс, доллар 18,479, 18,794, евро 19,358, 19,796. Да, вот такой веселый курс, но это воскресенье, конечно, в понедельник он может быть совсем другой. То есть он немножечко невыгодный, вот так скажем. Людей много в воскресенье. Только что шла толпа, я начала вам снимать, никого нет. Прикол. Вы видите, кто в футболке, в жилетке? Кто просто уже разделся? Вот я сейчас тоже сняла уже курточку, потому что невозможно идти. Просто. В синечке нормально. Смотрите, туристы зашли, думают, что покупать, что покупать. Вот эти сладости надо покупать, ребята, вот эти. Они самые вкусные. Вот хорошо в тенечке. А на солнышке даже в декабре. В Анталии жарко. В топике сейчас вот эта мода, да, живут наверху в декабре. В декабре. Ну, я понимаю, что это не наши страны. Где минус в декабре? Все-таки сейчас плюсь. Я даже сейчас посмотрю. А, не посмотрю. Потому что у меня интернет в другом телефоне. Это будет долго песня. Ну, да, вот это мне не нравится, что здесь мотоциклы руляют. Ну, никак, ничего не сделаешь. Это велосипеды, мотоциклисты, эти скейтеры, или как называется, могут тут пролетать. Вот такая у нас весёлая Копылыёв, все по-разному одеты. Ну, туристов, конечно, уже меньше. Хотя, нет, в этом году я не думаю. То есть, если зимой в прошлых годах практически мало было слышно кого-то на нашем языке, то сейчас очень много. Никто же не уехал. Все ещё больше приезжают. Ну, конечно, из-за финансовых таких приколов нашего городка, скажем так, если квартира стоила 3000 лир, то сейчас она может стоить 12 и 15 тысяч лир. Конечно, многие уезжают. И вообще квартиры уже тяжело найти даже. Не говоря о цене, их просто нет. Отели тоже подняли цены невообразимо. То есть, номер, который, ну, можно было легко там за 150 лир снять, сейчас 450. Ещё и смотрят, это говорит, вообще 500. 450 это так, со скидкой. Не, понимаешь, что электрика, вода стала дороже. Это несомненно. Да, и поэтому, ну, ещё тот фактор, что всё занято, это тоже много. На что влияет? Это у нас у Силы Кити. Туда мы не пойдём, потому что там толпа. Я здесь тоже вот уже готовиться к Новому году. А что это значит? Это значит, что на витринах будет всё красное. Видите, ну, обычно нижнее бельё должно быть красное. Любой год, независимо. Кстати, ой, не модно. У них нету такого. У них, если Новый год, значит, ты должна быть в красном белье. Тогда у тебя будет удача. Да. Это, ну, вот так, вот так вот только, это считается, как артисты. Ну, магазин очень старый этот. Ну, я имею в виду, понятно, обновили его весь. Но он в 2004 году, он уже здесь был, уже продавали нижнее бельё. Просто, может, выкупили, перекупили. Немножко сделали ремонт. Вот так ассортимент именно нижнее бельё. Вот, пожалуйста. Купили красное бельё, и уже удача целый год. Я шучу, вы понимаете, да? Такого не может быть. Ну, я обычно прохожу возле Маркантали, но я решила пойти этой стороной, потому что девочка недавно говорит, я зашла в сладости, там такие цены. Я говорю, да ладно, недавно вроде заходила. Юля зависла. Слушайте, такое чувство, что это печётся в отеле Портобелло. Серьёзно вам говорю. Вот это было в отеле Портобелло, вот это было в отеле Портобелло, вот это было. Может, это просто одна фабрика всё делает, а потом развозят. Но этого не было, трилличей в отеле не было. Честно, очень вкусно готовят. Просто, просто нереально вкусно. Кто хочет поправиться, вам в Портобелло, пожалуйста. Поправитесь лёгко. Так, вот. Лукум Атоль Еси. Пойдёмте проверим всё-таки цены. 230. О-о-о. Здравствуйте. Здравствуйте. Там есть молоко? Это нет. Так, сказали, что здесь нету молока, пробую. Да. Вот это вот это. Вкусно. Я уже съела. Нету? А вот это есть. Здесь есть комбак. Это молочный продукт. Это молочный. Но это очень вкусно. Да. И молоко есть. Да, и молоко есть. Мак. 235. Нельзя. Потому что в шоколаде есть. В самом вот этом нет, но в шоколаде есть. Да, есть фруктовые. Вот и гранатные есть. 295. Ну, это потому что лесные орехи. Да, оценен, поднялись. Было 190, я помню. 360, мама. А я себе, знаете, поставлю. М-м-м, 450, ребята, вы что? 295. 360. Вот эти желейные. Вот это не желейные. Я их никогда серьезно не воспринимаю. Может, я что-то ошибаюсь? Только недавно они были, 360. Это все фруктовые. О, это что-то новое. Это что такое? Это яблочный. Яблочный? Да, яблочный. Может, по-моему. Смотрите, это яблочный. Это не, это вот эта, фсташка на карамель. Это карамель? Да. Мёд и фсташки. Да, да, да. Мёд. Вкусно, мёд. Да, мёд, фсташки, карамель. Это кружочки шоколада, да? Да, это шоколад. Это карамельный карамель. Вот это вкусно. Не прицарно, не кисло. Это минда, девушка. Угу. Очень красиво. Это новое. Будение дыма. 495. Очень интересно. Это тоже яблоко. Это тоже ананасное, что новое что-то. Это яблоко. Это инжир там. Это инжир. Это инжир. И потом фондов. Угу. 495. Это подрос. Ну, я смотрю, что... Ну, больше разнообразия у них стало. Больше выбор. Вот эти 450 я тоже не помню. Ну, конечно, цены поднялись очень сильно. Апельсины еще есть, вот говорят. Вот такие отдельные коробочки. Но я не рекомендую вам отдельные, потому что вы не знаете, сколько они стоят вот так, открытыми. Так вы покупаете целую колбаску. И вам разрезали, и оно все равно плотненько лежит. А вот смотрите. Джейвис Ли Суджук 295. Офигеть. Извините за слэн. Это прикольно, да? Пуговицы кушать. 275, 275. Кофе. Вкусный, да, вот этот кофе? Да, да, да. По-моему, у меня стоит такой. Мне, наверное, подарили. Это шоколад все, правильно? А, это шоколад. Это какой-то особенный шоколад. Да, просто есть с миндалем, есть с фисташками. Разные формы. Вот эти тоже вкусные, я уверена. Я уверена, что эти вкусные. Да, да. Вот это, мне кажется. Да, это тоже, наверное, мы знаем. Да. Да, 235. И такие конфеты. 250. И такие. Да, девочка, правда, говорила. 70 лир. 85. Такая коробочка. 60. Ага, и сердечком. 35. Это апельсиновый, да? Да, вот на все на экране написано. Плюс кофе можно перемолоть. 1 килограмм 280 лир. Турецкий кофе. Такая пачечка 56. Где это я видела? Слушайте, может, у меня дома даже. Может, не подарили. Да, спасибо. Людям дарят кофе, потому что оно подорожало. И вот такие 575. Коробочки. Можете уже сразу купить. Ну, цены, да. Подняли. 125 луку. Да ну вы что? Но 8, 99 за пешмание. Даже не тратьте деньги. Возьмите вот таких сладостей, пусть меньше. Кадаив не пробовала. Вот это вишневый кадаив, это, мне кажется, только у них. В других магазинах я не видела. И пахлава 250. 350, 325. Боже. Смотрите, меня угощают. Это шоколад. Вы посмотрите. Я ее спрашиваю, здесь есть молочное? Она говорит, сейчас я посмотрю. Не знаю. 250, 325. А вот там, ну, шоколадное, это точно есть молочка. Очень прикольно. Красиво сделано. Ну, и цена, конечно. Не, ну, тут 250. У меня угощает граната с листашкой. Вот такая красота. Это где он? Это, а, вот это вот. Угу, на 450. Да. Вкусненько. Немножко, немножко такого, как жвачка. Ну, вкусно. Угу. Спасибо. Посмотрите, у них нинжир в шоколаде. И чернослив в шоколаде, и с орехом. Это что-то новое, да? Да. 495. Вот этого точно не было. Молодцы придумывают. Вот, смотрите, небольшая коробочка, 175. Смотрите, вы можете попросить коробку и просто сами положить то, что вы хотите, что вам понравилось. При этом пробуя, конечно же, или свежий, или нет. Просто вот это, понимаете, это менталитет такой. Надо-то золото, не надо. Все равно будут смотреть, выбирать. Любят, любят это дело. Я, ну, наверное, может, все любят, я не знаю. Мне как-то вообще фиолетово. На золото. Да, если я вижу что-то красивое, мне нравится. Но мне так в облом что-то идти выбирать, это просто. Все, переходим. Чуть не сбыл и зараз. Аккуратно ходите. Потому что тут такие деловые есть, которые идут, ничего не видят. Ну, я тоже бываю такая деловая, знаете. Иду, и ничего не вижу. Вот Марканталия. Мы идем дальше вверх по промайным линиям. Вчера мы вечером шли. Здесь так очень красиво все светится. Но у меня вчера такой день был просто. Утром испекла коврижку, побежала в церковь. Ну, потому что день рождения, причаститься надо, конечно же. Это самое основное. Прибежала из церкви по дороге, еще заказала корм Аслану. Потому что это же голодность сидеть. Ясно вам признаюсь. В 12 дня я была дома. И я понимаю, что мне нужно закинуть две стирки. Мне нужно испечь коврижку. Мне нужно помыть голову. И мне нужно смотировать хотя бы одно видео. Потому что места нет на телефоне. Чтобы снимать митинг. В 2 часа я должна быть уже на митинге. Мы не видели даже, как это все происходило. Я сама до сих пор не понимаю. Как я это все успела. Потому что коврижки печется минут 50. Я вот так монтировала. Одной рукой колотала торт. Там это стиралось. Помыла голову, наверное, за минут 5. Я всегда, знаете, это же мой голову. Слушала много песня. Вообще. Я выбегла из дому с мокрой головой полностью. Успев все это каким-то образом. Я выбегла из дому буквально без пяти-два. И я понимаю, что в одной руке горячий пирог. Я даже с подноса не забрала его. Вот я просто в духовке вытащила, положила на поднос и полетела. В пакет как-то засунула. Я подбегаю и понимаю, что на митинг я не пойду с коврижкой. Ну куда? Как я буду снимать? Я подбегаю в киоск. И что там, пиво продается или что? Я говорю, мне нужно куда-то поставить коврижку. Он такой смотрит на меня. Мне кажется, у него даже глаз начал моргать. Типать, типать. Я говорю, мне нужно, понимаешь, куда-то поставить. Ну я его понимаю. А он-то тут при чем? Юля, ну, понимаете, если бы мне была в этом раже, я бы понимала, что не надо подставать до мужчины. Он просто на работе, понимаешь? Он просто что-то продает. И вот стоит чувак рядышком, говорит, давай я в Турк-телеком возьму. Я говорю, давайте. Только ты приди, забери. Я говорю, вопросов нет. Все. Я пошла на митинг, поснимала митинг. Пошла в Турк-телеком, забрала. Прихожу, девочки такие сидят. Я говорю, девочки, я желтый пакет хочу забрать. А они смиются. Я говорю, будете торт? Какая-то группа в красных купальниках пошла. Не знаю. Дети, может, на экскурсию пришли. Иран, а, приехали. Уже все. Коврижку тоже все съели. Потому что много людей было в субботнем. Сегодня еще одну испекла утром. И сегодня все съели. Всем понравилось. Ребята, не рекламирую. Просто девочки, говорю, Юля, рецепт. Рецепт. Даже говорит, мы сколько не пробовали выпекать постное что-то. Сладость. Это такая гадость. Это невозможно есть. Это, говорит, такое вкусное. На моем канале Julianne Home есть плейлист. Кулинарная книга. Первое видео, там, пражский торт я там оформляю. Второе еще что-то. Третье видео, вот это коврижка. Постная коврижка. Элементарно делается. Очень быстро. И она очень вкусная. Реально. Все, побежала домой. Отсюда вас люблю. Обнимаю. И спасибо большое всем за поздравления. Много мне написали в приватных сообщениях. В Инстаграме, на Ватсап, на Телеграм. Спасибо вам, ребята, большое. Очень приятно. 45. Да, нормально. Начался 46. Спасибо Богу за то, что у меня есть руки, ноги, голова. Да и вообще все. У меня есть все. Ребята, я самый счастливый человек. Я понимаю. Юля, семья. Муж, дети. Надо муж, дети. Не знаю. Мне кажется, может и не надо. Муж, дети. Это все красивая картинка. А любая мама спросит, что она хочет. Она скажет, просто поспать. Или просто побыть в тишине. А я прихожу домой. У меня только ослан. И у меня красота. Я не говорю, конечно, если Бог пошлет мужа. Я понимаю, что и дети. Это все хорошо. Но если не пошлет, я тоже не буду расстраиваться. Серьезно. Я уже там была. Я не говорю девочкам, которые вообще не были замужем. Надо выйти, конечно. Надо сходить в этот институт строительства. Просто второй раз ты уже так не летишь. Ты уже много раз думаешь, а оно тебе вообще надо. Вообще надо оно тебе. Я очень благодарна Богу за то, что в этом году было огромное количество поездок. Я посетила и Шанлы Урфа, и Диарбакир, и Северек, и Мерсин. Это все были разные поездки. И Анкара я летала, и Израиль на неделю. Это просто сказка. Учитывая то, что я ни одну с этой поездок вообще не планировала. Вы знаете, я мою зарплату 10 долларов. Какие планы? Но я благодарна Богу, что вот так все получилось. И всем тем людям, которые мне подарили вот эти поездки. И за то, что Аслан в моей жизни появился. Комедия, понимаете, Анекит? Просто комедия. Естественно, в этом году самое большое огорчение для всех украинцев – это война. Отсюда никуда не денешься. И мы все желаем, чтобы она быстрее закончилась. И наша Украина была свободной, обновленной. Да, будут строительства, будет обновляться все. Но мы все равно будем независимы. И это самое главное. Целую вас, люблю и обнимаю. Иду я домой. Юля, дойду я сегодня домой. Субтитры сделал DimaTorzok